За несколько лет своей работы эксперты неправительственной международной организации International Crisis Group выдали уже более 800 отдельных стратегических рекомендаций и предостережений, в том числе от того, что может произойти в ближайшем будущем в Казахстане. Вот лишь некоторые выдержки из доклада экспертов. Порой складывается впечатление, что у Казахстана нет никакого плана развития, а есть лишь тотальная продажность правящего политического класса. Отдельной строкой в докладе идет предостережение о нависшей угрозе Казахстану со стороны международных экстремистских организаций, которые якобы уже вербуют в свои ряды молодежь. Также есть признаки того, что исламские экстремисты, прошедшие обучение в Афганистане и Пакистане, уже готовы начать вооруженную борьбу в Казахстане. В западных регионах растет число молодых людей, которые находят ислам как средство политического выражения и источник идентичности, отличной от продажности, которую они связывают с правящими классами. Одна из главных тем в докладе – трагедия в Жанаузене в декабре 2011 года. Тогда, по официальной информации, погибло 16 и было ранено 70 человек. По другим неподтвержденным данным, было убито 70, а ранено около 500 человек. Напомним, сразу же после расстрела мирных демонстрантов на главной городской площади власти Казахстана блокировали доступ к интернету и отключили мобильную связь. Информация о расправе над митингующими нефтяниками просачивалась в прессу по крупицам. Как считают правозащитники, до сих пор неизвестно точное количество пострадавших людей. По мнению экспертов, властям Казахстана все же удалось замолчать некоторые подробности этого инцидента. Расстрел безоружных нефтяников в Жанаузене в 2011 году наглядно показал, что казахстанские власти не способны адекватно реагировать на любое инакомыслие. Если нефтяники бастуют, значит там происходит что-то действительно неправильное, говорится в докладе. Также в докладе приводятся слова одного из европейских послов о том, что Жанаузен оказался огромным кризисом для Астаны. И казахстанское правительство среагировало единственным верным способом, который оно знало – устранило проблему. Работы интернациональной и кризисной группы высоко ценят ключевые фигуры международного сообщества – Всемирный банк, Евросоюз и ООН. Неудивительно, что эксперты Крайзис Групп в своем докладе делают оценку деятельности президента Казахстана. Наследство Назарбаева весьма разнообразно. Но он не смог создать политическую систему, основанную на верховенстве, законах или демократических принципах. Без непосредственных и радикальных изменений он оставит после себя лишь коррумпированный государственный аппарат, который окончательно установится после его ухода. В конце доклада эксперты дали ряд рекомендаций о развитии Казахстана. Прежде всего, Астана должна решиться на государственной реформе и построить устойчивую систему правительства, где будет и независимый парламент, и справедливая судебная система. Если Казахстан не предпримет в ближайшее время необходимые демократические шаги, страна может вновь столкнуться с периодом хорошо забытого застоя и идеологическим переворотом, который отбросит страну далеко назад. Ярослав Ярославцев, телеканал 1612.